Привет! Краткая история – это простой и лёгкий способ разобраться в любой теме. Сейчас мы поговорим о той вещи, без которой тяжело было бы представить любого человека в наше время – о телефоне. В выпуске мы узнаем, как его появление стало возможным, кто на самом деле был первым изобретателем трубки и как это устройство постепенно трансформировалось в смартфон. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok До изобретения различных средств связи человек использовал всевозможные способы, чтобы собеседник на большом расстоянии мог получить звуковую информацию. Для этого использовался свист, барабаны, ружья и прочие подручные средства. Выстрел из винтовки слышно на расстоянии до 10 километров, поэтому он может быть сигналом о приближении врага или о том, что надо не забыть купить домой хлеба. Но все эти методы не очень подходили для нормального общения, поэтому люди постоянно пытались создать устройство, которое помогло бы им разговаривать друг с другом без особых проблем. Первыми своими наработками с миром поделился итальянский ученый Антонио Миуччи в 1860 году. Запомните это имя, потому что именно ему принадлежит создание телефона, а не кому-то другому. Бедный инженер приехал в Нью-Йорк и изобрел здесь устройство – телектрофон. Антонио утверждал, что с его помощью звук может бегать по проводам. И он не ошибся. Об изобретателе написали все местные газеты, благодаря чему новинкой многие заинтересовались. Одними из таких заинтересованных оказались представители компании Western Union. Они купили права, чертежи и все наработки ученого за сущие копейки и уехали с ними, оставив изобретателя ждать их ответа. Антонио так и не получил весточки и решил сам запатентовать устройство в 1871 году. Но из-за своего финансового положения не смог заплатить даже пошлину за эту услугу. В 1876 году он купил газету, в которой было продемонстрировано его устройство. Но вот причин для радости тут совсем не было. В заголовке значилось, что автором этого чуда стал Александр Белл, а помогла ему в этом, как ни удивительно, все та же компания Western Union. Именно Белл запатентовал свое устройство как первый настоящий телеграф. 10 марта этого же года состоялся и первый звонок по нему. Он позвонил своему коллеге Томасу Уотсону, который находился в соседней комнате. Первыми словами, сказанными по телефону, стали «Уотсон, приходи! Ты мне нужен здесь!» Этот самый Уотсон впоследствии придумал звуковой сигнал при звонке. Тогда телефон не мог похвастаться своими выдающимися характеристиками. Чтобы позвонить по нему, требовался свисток, а дальность радиуса действия составляла всего 500 метров. В 1878 году свою версию телефона представил электротехник Павел Михайлович Голубицкий. Его телефон отличался от аналогов, потому что имел очень необычный вид. Он получил название «телефон-вибратор». Также в его устройстве начали использовать постоянные магниты, которые делали связь более надёжной. В 1900 году телефонные технологии получили небывалую популярность. К этому времени были поданы более 3000 патентов на различные телефоны и другие девайсы, связанные с передачей звука на расстоянии. Только в Штатах было установлено полтора миллиона устройств. Такой успех сделал из владельцев телефонных компаний мультимиллионеров. В 1947 году Белл Лабораториес предложила принцип действия сотовой мобильной связи. С этого момента человечество начало думать, как сделать так, чтобы телефон можно было носить с собой, а не быть привязанным к определённому месту. В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович создал экспериментальный образец мобильного телефона. Он получил название «ЛК-1» и весил 3 килограмма. Но уже через три года изобретатель показал образец карманного устройства связи, которое весило всего 70 грамм. К сожалению, его разработка не получила должного внимания и не стала массово производиться. Если хотите больше узнать, что ещё происходило в России, то посмотрите наш выпуск об этом. В 1973 году человечество наконец-то увидело первый прототип сотового телефона, по которому даже произвели звонок. Им стал Моторола Динатак. Махина весила 1 килограмм 150 граммов, но это ничто по сравнению с его аналогами, которые были в 15 раз больше. По нему можно было трепаться 35 минут подряд. Правда, потом его приходилось заряжать 10 часов, но это того стоило. За 10 лет создали 5 прототипов телефона, но только в 1984 году удалось достичь совершенства в модели Динатак 8000X. Его стоимость составляла 3995 долларов. Да, вы не ослышались. И несмотря на такую колоссальную цену, тысячи людей записывались в очереди, чтобы купить себе такое устройство. В 1987 году появился первый более-менее компактный телефон, который человек мог везде носить с собой. Им стал Nokia Mabira Cityman 900, который весил всего 800 граммов. Популярным во всем мире он стал благодаря тому, что Михаил Горбачев использовал его для звонка из Хельсинки в Москву, и это не оставили без внимания фотографы. В 1993 году появился первый телефон, который значительно отличался от предыдущих моделей. Это был Benifon Beta. В нем не было ни камеры, ни Bluetooth, ни распознавания по отпечатку пальцев. Нет. Но зато там впервые появились часы. Этот момент можно считать началом эпохи, когда человек начнет доставать телефон по 200 раз в день, чтобы узнать время. Дальше технологии стали развиваться гораздо стремительнее, чем просто добавление элементарных функций. Так, в 1994 году компания IBM выпустила телефон Simon, где впервые в мире представила сенсорный экран. Это было что-то среднее между домашним компьютером и телефоном. Такие устройства через несколько лет и начнут называть смартфонами. В 1996 году мир увидел другой гаджет, которого еще никогда не было. Это был первый мобильный телефон в форм-факторе раскладушки – Motorola StarTag. Он мгновенно стал таким популярным, что было продано более 60 миллионов устройств. В этом же году появляется еще одна новинка – Siemens S10 – первый девайс с цветным дисплеем. В 1997 году появились сразу два первых телефона-слайдера. Это был Sony CMD-X1000 и Nokia 8110. Они не пользовались такой бешеной популярностью, как раскладушки, до определенного момента, пока не вышел фильм «Матрица». Здесь у главного героя был как раз этот телефон. Тогда все изменилось, и партию раскупили за считанные часы. В 2000 году впервые появилась самая важная на сегодняшний день вещь в телефоне – встроенная камера. Она была установлена в Sharp JSH04. В этом же году вышло первое устройство, которое официально начали называть смартфоном – Ericsson R380S. В нем было все – сенсорный экранчик, малые габариты, откидная крышка, стилус. Если что-то и называть чудом инженерии, то именно эту вещь. В 2001 году японская компания Dokomo запускает сеть связи 3G. С этого момента смартфоны делают упор на серфинг в интернете. Впервые мобильную связь третьего поколения использует фирма HTC, выпустив Meteor. В нем появляются Wi-Fi и GPS, что делает его очень даже весомым конкурентом персонального компьютера. В 2007 же году произошла настоящая революция в мире технологий смартфонов. 9 января компания Apple представила всему человечеству iPhone. Его называли изобретением года и прорывным карманным компьютеров. Устройство презентовал сам Стив Джобс. За несколько дней до продажи устройства в магазинах начали скапливаться многотысячные толпы людей, которые хотели заполучить заветную новинку. Люди продолжают делать то же самое и по сей день. С тех пор появилось немало новинок. В наши дни смартфон стал обыденной вещью, без которой просто нельзя выйти из дома. 59% населения планеты имеет под рукой такой гаджет. Смартфоны продолжают меняться с каждым днем из-за сильнейшей конкуренции. В 2019 году уже появились несколько устройств с совершенно новыми характеристиками, например, с гнущимся экраном. Кто знает, возможно, через пару лет ты тоже будешь пользоваться именно таким. А как ты относишься к новым смартфонам? Таскаешь старенький Siemens на поясе или мечтаешь о футуристическом гаджете из фильмов на запястье? Увидимся через пару дней. Пока!